Стиль — это способ сказать, кто ты, не сообщая при этом ни слова. Привет, я Даша, и если предыдущая часть видео из цикла о генеалогии была посвящена, была неким таким трейлерам, то это первая часть. И прежде чем начать, я хочу сделать такой призыв, даже если ты не собираешься углубляться в свою генеалогию, сделай доброе дело для своих потомков. Свяжись с теми родственниками, с которыми ты общаешься, и расспроси их. Полученную информацию зафиксируй в двух видах. В виде графика, об этом чуть-чуть попозже, и в виде летописи, которая может быть написана в художественном или документальном плане, где будет сообщено помимо фамилии, меня, отчества, даты рождения. Еще и чем был талантлив человек, чем болел, черты его характера, особенности внешности. И вообще все, 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 что удастся узнать. Малейшие нюансы, разумеется, где родился, где наоборот. И вообще все, что удастся узнать. Потом все это нужно положить туда, где обычно хранятся важные документы. Теперь самое главное. Потом это не выкинуть. И не забывать дополнять информацию, если кто-то будет замуж, родит ребенка. Или наоборот. Теперь поговорим с тобой о том, как делать схему. Самый лучший способ – это программное обеспечение. Программы существуют порядка десяти. Но самый популярный – это моя любимица, которой я очень люблю пользоваться. Дай бог не соврать сейчас этот инвиш. Звучит так, кажется. Family Tree Builder. И это буржуйская такая программа. И вторая – это уже наше «Древо жизни». Ссылки для раскачивания я оставлю в инфобаре. В «Древе жизни» я тоже работала. Но я в нем уже не такой специалист. Но если тебя заинтересовала буржуйская программа, то оставляй запросик, и я сниму видео о том, как я ею пользуюсь. Как же можно рисовать просто на бумаге график? Сейчас я тебе покажу. Как-то вот так выглядит «Древо…» Тут, конечно, только самые прямые предки. Это такой художественный вариант. Это мое «Древо прямых предков» по состоянию на… Сейчас, подожди. На 2010 год. Три года назад. Так. Теперь покажу тебе это схематично, собственными глазами, как это все рисуется. Иначе вот так вот, конечно, мало было понятно. Самый популярный вид графика – это «Снизу вверх». То есть, я… Прошу прощения за почерк. Выше мои родители. То, что они женаты, мы отображаем горизонтальной чертой. То, что у них ребенок есть общий «я» стрелочкой. У папы да мамы была первая жена, в которой он в разводе. Соответственно, между ними линия уже не прямая, а пунктирная. У них также был общий ребенок. Поэтому от пунктирной жилинии мы введем стрелочку и вписываем имя моего брата. Если бы это был только ее ребенок, стрелочка бы шла только от нее. Если приемный, я не знаю, что бы это было. У меня нет вот таких вопросов. Но, полагаю, как-то это можно было бы в скобочках обозначить. Ну, далее, соответственно, уже родители отца. У них там были еще дети. Ну, допустим, их было семь. Я одного напишу, потому что мне здесь не войдет. Так, у них тоже там дети. Увидите, тоже уже дети, но у меня тут уже не войдет. Соответственно, бабушки с дедушкой были тоже свои родители. Так, и у дедушки тоже. Соответственно, и у мамы. Ну, а мы ее уже не будем так расписывать. У нас уже столько времени уйдет. И так далее. Есть еще напротив вертикальные виды графиков. Там, если мы здесь начинали от самого последнего потомка и двигались дальше вглубь веков, то, допустим, вот это первое колено, второе, третье, четвертое. То, если двигаться в графике сверху вниз, то получается наоборот. Мы идем от первого известного нам предка, прородителя и постепенно уходим все ближе и ближе и ближе к современности. Этот график удобен тем людям, которые уже знают свою родословную. Бывают еще графики, которые идут слева направо. Принцип такой же в принципе есть, и который справа налево. Понятно. Надеюсь. Вот лично для меня вот такой вид графика самый удобный, потому... Конечно, если... У тебя, как у меня, уже известно более 500 человек, родственников, то самый лучший способ это именно программное обеспечение. Но если ты знаешь совсем немного, то можно и самостоятельно на листке бумаги набросать. Конечно, везде здесь должны быть стоять даты жизни. Я уже не стала углубляться. у девушек девичьи фамилии должны быть указаны, если они известны. Еще один вид фиксации рода это поколенная перепись. Но она составляется более сложной, нежели родословная древна. Собственно, вот так это все выглядит. Очень долго и сложно объяснять, как это составляется. Поэтому я оставлю ссылку где-то можно найти в интернете информацию. Если тебе хочется именно, чтобы я сняла видео, то запросы в студию снимем. Заодно могу рассказать вообще о всех своих способах фиксации подобной информации. У меня их несколько. Я надеюсь, что я что-то полезное смогла рассказать. Желаю тебе найти все, что ты ищешь, даже если это не обязательно родословно, какие-то поделенные вещи, вторая половинка, еще что-то. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok